Открытый город снова собрал неравнодушных жителей Чебоксара. На этот раз на вопросы отвечали заместитель главы администрации города Чебоксара по вопросам ЖКХ Герман Александров, глава Ленинского района Николай Прокопьев. В актом зале школы номер 10 не осталось свободных мест. Откровенные разговоры о путях развития города пришли поддержать около ста чебоксарцев. Эту встречу жители Ленинского района ждали давно. Площадка «Открытый город» стала местом встречи неравнодушных горожан с руководством города. Вопросов накопилось немало. Многие из них горожане приготовили и в письменном виде. Нет скамеек, да? Скамейки на зимний период мы их убираем. 1 мая во всех скверах и парках они все будут обратно восстановлены. Всего за вечер рассмотрели более 20 вопросов. Касались они развития микрорайона, переселения из аварийного жилья, строительства парковок, ремонта дорог, проблем ЖКХ. Причем на большую часть вопросов горожане получили ответы сразу. Некоторые городские службы взяли на контроль для дальнейшей проработки. Тем, кто живет здесь, небезразлична ведь судьба наших дворов, территорий и дорог. Здесь я подчеркнула, во-первых, много информации, нужной для себя, то, о чем я не знала. Ну и, соответственно, вынесла ту информацию, которую хотела сама узнать, но не знала, кому ее задать. Спасибо за эту встречу. То есть организованно очень хорошо, приятно, как в кругу семьи. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. История длиною в век. Общественно-политическая газета Республики «Советская Чувашия» празднует 100-летний юбилей. На праздничном торжестве в Чувашском драматическом театре побывала наша съемочная группа. Одна из любимых газет жителей Чувашии начала свой путь 10 апреля 1917 года. Тогда еще «Чебоксарская правда» стала первой русскоязычной газетой в Чувашии. Далее выпускалась под названиями «Трудовая газета» и «Красная Чувашия». Ну а свое название «Советская Чувашия» она получила в январе 1952 года. За 100 лет она пережила не одно переименование «Взлеты и падения». О том, чем дышала газета все эти годы, гости юбилейного торжества могли узнать из экспозиции истории газеты. Здесь разместили летопись знаменательных дат и страниц из истории Чувашской Республики. Главные ценности газета никогда не теряла. Почему? Потому что журналисты, имея свои профессиональные качества, имея свой талант, имея определенные внутренние чувства, выдавали тот продукт творческого труда и читатели всегда интересовались этой газетой. Новости политики, экономики, решения социальных проблем, интервью с известными людьми, новости спорта. За 10 десятилетий на страницах издания отразилась вся история Чувашии. И сегодня газета «Советская Чувашия» продолжает жить делами и заботами жителей республики, охватывая все актуальные темы. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области СМИ. Лидер рейтинга качества деловых СМИ России, занесенного в Золотой фонд прессы. Лауреат многих всероссийских конкурсов и фестивалей прессы. Все достижения газеты и не перечислить. Газета дважды удостоена ордена «Знак почета». «Советская Чувашия» сегодня живет яркой, содержательной жизнью, результатом которой стал непререкаемый приоритет как для политической и деловой элиты, но главное и для любимых наших читателей. Поэтому особую признательность хотелось бы выразить коллективу газеты. Это тем людям, которыми ежедневно, ежедневно на протяжении большого времени мы вместе сделаем одну любимую газету. Несмотря на свой возраст, газета остается современной. К юбилею «Советская Чувашия» полностью обновила свой формат.